Здравствуйте, я активист профсоюза действия Бобином Григорий Вячеславович. Также я являюсь председателем инициативного комитета первичных профсоюзных организаций фабрично-заводских комитетов Фонда Рабочая Академия. Первичная профсоюзная организация Всеволожской клинической межрайонной больницы поручила мне сделать обращение к жителям Всеволожской и Всеволожского района. Дело вот в чем. В стране запущен давно процесс разрушения доступной бесплатной медицинской помощи населению. И вот Межрегиональный профсоюз работников здравоохранения и действия, есть такой профсоюз на территории нашей страны, каким-то образом пытается остановить вот этот процесс разрушения. Есть также первичка и у нас во Всеволожске, во Всеволожском районе, непосредственно в клинической межрайонной больнице. И ситуация складывается таким образом, что администрация больницы во главе с главным врачом Шипачевым вот в такое сложное для страны время в разгар эпидемии решила значительно ухудшить условия медицинских работников, условия работы медицинских работников. Они придумали такую ахинею, как заключать новые трудовые договоры. То есть такого нет в Трудовом кодексе Российской Федерации, но данной компанией закон не писан. И вот в этих новых трудовых договорах идет существенное ухудшение условий труда. Полностью сняли стажевые, то есть теперь не будем платить за стаж. Также у некоторых исключили вредность, а кому-то стали платить за вредность в разы меньше, нежели было раньше. Также врачей переводят, и другой медицинский персонал переводят с работы с пятидневки на шестидневку. Жители Всеволожской и Всеволожского района уже знакомы с борьбой профсоюза за сохранение медицины непосредственно во Всеволожском районе. Не прошло и года, как мы боролись за сохранение зубопротезной лаборатории, которые просто сократили, и теперь жители Всеволожска лишены именно зубопротезной лаборатории. Лаборатория приносила доходы 12 миллионов в год лечебному учреждению, но это деньги понадобились в другом месте, и вот закрыли лабораторию, а, соответственно, поток денег перевели в другое место. Сами же протезисты тогда существовали на нищенской зарплате, на них вешали каких-то собак, но ничего доказано не было. Мы написали письмо, мы сделали ролик по разбору данной ситуации, но власть-придержащие нас не услышали ни на уровне города, ни на уровне комитета, ни на уровне региона. Сейчас творится подобное, но это коснулось теперь всей больницы. Итак, требуют подписать новые трудовые договоры со значительным ухудшением, не знакомят с приложениями, которые там указаны, черт знает, что написано в этих приложениях, и если работники не подписывают данные соглашения, то их увольняют в трехдневный срок. Вот такие драконовские методы в разгар эпидемии, когда каждый медик на счету. Итак, немного о тех схемах, которые используются на местах для того, чтобы разваливать доступную бесплатную медицинскую помощь. Итак, главные врачи уже давно поняли, в течение 15 лет идет система, когда медицинскую помощь поменяли на медицинскую услугу, а медицинская услуга – это товар. И вот эти менеджеры от здравоохранения уже поняли, почему они должны стараться именно для работников своих учреждений, для населения данного региона, данной республики, данного города или села, когда можно постараться для себя. Итак, с помощью своих друзей, бизнесменов, они открывают медицинские центры, медицинские клиники, поликлиники. В том же городе, естественно, что бесплатная больничка становится серьезным конкурентом для их клиники. И вот, являясь главными врачами, они создают невыносимые условия работы для медицинских работников, и те, естественно, начинают так или иначе увольняться. Какие, что это такое? Ну, это, естественно, низкие зарплаты, постоянные докапывания, неработающие колдоговоры, неработающие местные карманные профсоюзы, и люди психуют и уходят с работы, но так как работать некуда, негде, то они устраиваются именно работать в частные клиники, где, естественно, создаются все условия только работой. Это сейчас творится и во Всеволожской больнице. Непосредственно новые драконовские трудовые договоры, отсутствие нормального прогрессивного коллективного договора делает работу во Всеволожской больнице просто унизительной и невыносимой. Сам подход к тому, что либо подписывайте, либо увольняйтесь, это просто крайней степени унижения. Сейчас я вам расскажу о первом враче, которого уволили. Итак, это Высоцкая Магдалина Юрьевна, врач ЛОР. Мало того, что она отработала в этой клинике с 93-го года, то есть 27 лет. Мало того, что у нее редкая специальность по нашей стране, то есть ЛОРов сейчас не хватает даже в Санкт-Петербурге. Но еще и вот такое вот отношение, когда не надо сохранять коллектив, не надо работать с коллективом, воспитывать кадры. Не хочешь, увольняйся. Это девиз сейчас всего здравоохранения всех чиновников нашей страны. Вы видите, на дорогах рассекают автомобили, на которых написано «Автомобили, спасающие жизнь». У главного врача Шипачева жизнь спасают не только автомобили, жизнь спасают такие классные накрашенные стены. Анализы берут, наверное, такие новые стулья, а кровати, возможно, лечат пневмонию. То есть чиновники перекладывают функции медицинского персонала на машину, мебель и отремонтированные стены. И вот сотрудники, которые не подписали новые драконовские трудовые договоры, их увольняют в трехдневный срок, тем самым оголяя бюджетную организацию и пополняя эти новые платные клиники. Не исключено, что главный врач в том числе имеет и процент, либо что-то там имеет в этих платных клиниках. Это коснулось и Магдалены Юрьевны, которая отдала 27 лет учреждению. Понимаете, когда в учреждении медицинском вот такие вот условия труда, люди, которые придут на ее место, будут воспринимать эту работу ну как проходное. То есть вот сегодня работаем, но надо поискать место получше. Рядом город Санкт-Петербург. У шлоров там точно не хватает. Вот они туда и пойдут. И у нас будет не больница, но она и сейчас есть. Не больница, а во многих отделениях. Просто проходной двор из-за тех драконовских мероприятий, которые проводят администрации больницы во главе с врачом Шипачевым. Меня спрашивают, доктор, вот если бы это коснулось вас, там вас, если бы вы заболели, кому бы вы обратились? Да что значит, кому бы я обратился? Я как офицер-десантник, я не умею отдыхать нормально на море. Мне надо прыгать с высоких гор в глубокое синее море, еще в шторме группироваться, там знаете, чтобы там болтало, а дно било вообще просто красота. И вот как бы уши на месте-то и остались, а внутри там что-то не очень хорошо было после вот этих вот прыжков со скал. Ну и обратился я, естественно, к Магдалине Юрьевне, и она меня вылечила. Я думаю, вот это классная рекомендация от врача скорой помощи. И вот этого специалиста мы лишились, и где будет Магдалина Юрьевна? Вопрос. Ну вопрос не для профсоюзной организации, потому что Магдалина Юрьевна стоит в профсоюзной организации действия, и мы ее восстановим на работе. Мы ее восстановим на работе. Разговор о другом. Есть сотни сотрудников, которые не состоят в профсоюзе, и они просто уйдут из этого лечебного учреждения. О какой же помощи от населения, говорит первичная профсоюзная организация в Севоложской межрайонной клинической больнице? Именно профсоюзы действия. Есть такой межрегиональный профсоюз работников здравоохранения. Все очень просто. Первое, вы должны понять, что медицинские учреждения создаются не для медиков, они создаются для населения. Соответственно, на местах надо создать инициативные комитеты. Инициативные комитеты – это такое дело, которое не регулируется законом. Это непротивзаконное мероприятие, инициатива в нашей стране ненаказуема. Создать инициативные комитеты во всех муниципалитетах нашего района. А их много. Это и Кудрово, и Янино, это и Невская Дубровка, и Морозовка, и Бернгардовка, и микрорайон Южный, и Котово поле, и так далее, и так далее. В каждом, вот в этом образовании создайте инициативный комитет. Инициативный комитет должен регулировать и требовать отчет от своей администрации, именно почему увольняются медицинские работники. Потому что они увольняются чаще всего от того, что администрация на них давит серьезными планами. Чтобы вы знали, сейчас в Морозовской больнице работают младший медицинский персонал. Они работают часто на полторы ставки. И за эти полторы ставки выполняют обязанности, вот в это время обязанности за трех должностных лиц. Они там и младший медицинский персонал, и уборщицы, и буфетчицы. И сейчас на них еще определили такую вещь, как грузить трупы в труповозку, потому что Всеволожская больница не заключила договор с соответствующей бригадой. И вот эти люди работают на износ и чаще всего увольняются, потому что не нашли общий язык с администрацией. Если будет инициативный комитет, который будет контролировать этот вопрос, поверьте, медицинские работники будут дольше задерживаться во Всеволожской клинической межрайонной больнице. Третий момент. Инициативный комитет должен потребовать увольнения главного врача и администрации Всеволожской клинической межрайонной больницы. Если вы скажете, что коней на переправе не меняют, я вам докладываю, что главный врач, вот этот главный конь, в данный момент находится неизвестно где. Когда наш председатель первичной профсоюзной организации Владимиров Геннадий Петрович пытался прийти к нему на прием, ему говорили разные вещи, то есть путались в показаниях, говоря, что он в командировке, что он в сложной эпидемиологической ситуации не принимает, что он на больничном и всякие такие вещи. То есть на данный момент главный врач Шипачев с 1 по 9 число находился в неизвестном месте. По нашим данным, по нашему мнению, он просто с семьей уехал отдыхать, у него такая традиция, это брать на праздники, на майские, на ноябрьские, 2-3 дня в счет основного отпуска и уезжать с семьей куда-то отдыхать. И вот в это сложное для страны и для больницы время он как раз и уехал. Что же делали сотрудники больницы без него? Ну вот ко мне обратился один из жителей, рассказывая следующую ситуацию, что он привез именно в поселок имени Морозова своего отца, на скорой помощи приехали сюда, не могли сдать на месте, и соответственно рядовые сотрудники договаривались, обзванивались различные стационары Ленинградской области, чтобы вот этого пожилого человека хоть где-то пристроить. То есть вместо того, чтобы организовывать нормальную маршрутизацию, чтобы распределять больных в столь сложное время, главный врач куда-то уехал. Поэтому, еще раз говорю, потеря данной администрации ни на что не повлияет. Если уж и рядовые сотрудники решают все эти вопросы, которые должны делать медицинские чиновники, то поверьте, вот этим отсутствующим главным врачом можно в принципе пренебречь. Четвертое. После создания инициативного комитета в вашем муниципалитете надо выйти на связь с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия Владимировым Геннадием Петровичем. У него очень простое мыло, оно сейчас есть на экране. ВИДЖИПИ 67 Собака Мэйл.ру И пятое. Коллектив первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения и действия первичка непосредственно пишет новый прогрессивный коллективный договор, который будет защищать. Мы просим участвовать с нами в наших согласованных акциях, соответствующих Трудовому кодексу Российской Федерации. Если есть у кого-то и еще какие-то инициативы, то мы рады их выслушать и приветствовать. Итак, пишите нам мэла в ВИДЖИПИ 67 Собака Мэйл.ру Нам требуется ваша помощь для оказания вам медицинской помощи. А профсоюз действий уже начал планомерную работу по восстановлению врача Высоцкой. Итак, направлено требование главному врачу о восстановлении врача направлено заявление в прокуратуру на эту же тему. Также мы обратились к губернатору Ленинградской области Дрозденко о том, чтобы привлечь главного врача Шипачева к административной ответственности, а также на основании закона о профсоюзах, о нарушении их прав, требуем уволить главного врача Шипачева, занимаемый должностью за нарушение конкретно законов, неоднократное и систематическое. Ну и не забываем, что наша главная цель во Всеволожской клинической, межрайонной больнице – это заключение прогрессивного коллективного договора, поэтому не поддавайтесь на угрозы председателя карманного профсоюза Зинковой Ларисы Ивановны. Выходите из Желтого профсоюза и вступайте в профсоюз действия. Надо набрать минимум 50% плюс один голос, чтобы быть равноценным участником переговоров при заключении коллективного договора. Ну и будьте здоровы! А пока – пока!